Теперь к новостям из Казахстана. 20-летие независимости было омрачено массовыми беспорядками на западе республики. Длившаяся несколько месяцев забастовка нефтяников сегодня вылилась в настоящее побоище, жертвами которого стали по меньшей мере 10 человек. Таковы официальные данные, но еще больше приходят разных слухов. Картину событий попытался воссоздать Антон Верницкий. Судя по первым кадрам, столкновения с полицией в Женоазене в городе с 70-тысячным населением начались на центральной площади. Там была смонтирована сцена для празднования Дня независимости Казахстана, 20-летие которой эта республика отмечает сегодня. Видно, как несколько десятков человек в одинаковых фирменных куртках с эмблемой местной нефтяной компании, не скрывая своих лиц, начинают громить сцену. Конфликт нефтяников с местными властями начался в мае этого года. Как экономические рабочие потребовали повышения зарплат, часть из них объявила голодовку, затем появились и требования другие. Одно из них – отставка главы администрации района. Кто именно спровоцировал столкновение с полицией в городе Женоазене в тот момент, когда в столице Казахстана Астане были в разгаре праздничные мероприятия, пока неизвестно. Оппозиционные казахстанские средства массовой информации сообщают о неких провокаторах, начавших нападать на сотрудников местной милиции. Первые сообщения о погибших появились уже во второй половине дня. Здесь идет бойня. Застрелили 15-20 человек. Стреляла милиция. Скорее всего, боевыми патронами. Похоже, что 2-3 человека убиты. Раненые нефтяники. Сейчас всех увезли в больницу. Следует отметить, что в настоящий момент связи с городом Женоазен нет. При этом за несколько дней до событий в интернете стали появляться призывы к проведению всеказахстанской акции поддержки бастующих нефтяников. Официальную позицию властей Казахстана озвучил генеральный прокурор республики, который назвал беспорядки нападением хулиганов, намеренных граждан и сотрудников милиции. В результате массовых беспорядков были сожжены здания городского акимата, гостиница и административное здание компании Узень Мунайгаз. Были сожжены автомобили, разграблены банкоматы. По предварительным данным, в результате массовых беспорядков погибло 10 человек. Правоохранительные органы ориентированы на пресечение всех попыток нарушить спокойствие и безопасность граждан. То, что в городе раздавались выстрелы, отчетливо слышно на этих кадрах. Очевидцы сообщают, что сейчас в Женоазене беспорядки продолжаются. В город входят спецвойска и бронетехника. По поручению президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Женоазен вылетела оперативная группа во главе с министром внутренних дел. Для принятия мер по пресечению преступных действий, выявлению и наказанию организаторов беспорядков. Обостряют ситуацию то, что сегодня в Казахстане первый день разрешенной агитации перед предстоящими в январе 2012 года выборами в Нижнюю палату Национального парламента. Антон Верницкий.